Продолжение следует... Парочки, которая жила-жила и не тужила, пока в их жизни ворвался интернет. Интернет! Блин, это ж круто. Это то, что, собственно, нас с вами и объединяет. Ну, кроме любви к хорошим фильмам и сериалам. И поэтому я решил сходить и посмотреть, и поделиться своим впечатлением с вами. В Сочи прекрасная погода. Я иду к самому, так сказать, началу. Уже прям через 3 минуты начнется. А мне еще идти 2 минуты 48 секунд. Будем торопиться. Наша любимая красная дорожка. Люди, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам фестиваль? Очень нравится, очень. Вы все посмотрели? Ну, да. Фавориты есть? Есть, конечно, конечно. Не может не нравиться талантливая работа коллег некоторых. Но пока секрет. Пока, конечно, секрет, да. Да, но вообще коэффициент талантливости очень высокий в этом году. Надо сказать, это и личное изучение Первой мировой войны, это и отношения мужчин и женщины. Это и такие... Вы рассказываете, а я понимаю, что вы смотрели. Да, да, да. Хорошо. Удачного вечера. Да, да, спасибо. Ну и срез среднего поколения России у одного художника, вынужденного идти на преступление, как выход... Как герои рождаются, чтобы умирать. Дмитрий Дюжин. Ох, ребята, кого я видел? Вижу, точнее, того. Здравствуйте. Передайте привет любителям интернета и тех, кто нас смотрит на ютюбе. Можно смотреть? Ну, привет, в общем. Я передаю. Спасибо. Я не интернет, не человек. Лиха беда начала. Пропадите вы со своим компьютером пропадом. Вот так вот. На сцену предпождаются режиссер Григорий Габридов. Такое ощущение экспедициониста, который как бы вот-вот развернет, а зритель как бы не такой, не надо, не надо, ну, совсем, нет, не так. А зритель такой, ну, ну, ну... В общем, с каким-то таким ощущением и радостью от того, что это оказалось возможным, оказаться здесь, рядом с вами, и рассказать эту историю. Мороза и снега вам в новостную ренту. Тема про интернет, кстати, прям очень четко совпала. Только что была шина 667, о вреде интернет-отношений, сайберинг, все дела, про любовь и новые технологии, и женщин коварных. Так что, ну, фильм был такой, как бы, на подумать. Как Виктор Сухоруков сказал. Пропадите вы со своим компьютером пропадом. Сейчас, ребят, будем смотреть фильм Дылда. Он уже участвовал в Каннах, а теперь он на кинотауре. Мест уже нет почти. Уже все быстро разбирают. Аншлагок. Людей очень много, но у меня есть блатное место, и оно сломано. Поэтому оно блатное. Поэтому на него никто не садится, я всегда знаю, что оно свободно. Кто его сюда пустил? Фильм, как вы знаете, не в конкурсе. К сожалению, для режиссера он имеет отношение ко мне, а значит, не может быть показан в конкурсе. Это очень важно. У нас я, если позволите, представлю группу я актеров. Василиса Переудина. Виктория Васильевича Чайкова. Матвей Руссов. Ребята, я только что посмотрел фильм «Дылда». Конечно же, там вообще веселого мало, но это такая новая грань, новое ощущение войны, Великой Отечественной, ее последствий для нашей страны, что я себе даже представить такого не мог, хотя все супер логично. А самое удивительное, для меня лично, что режиссеру Кантемиру Балагову 27 лет. Чтобы такое снять, нужен вообще очень серьезный опыт жизненный и мудрость. Я прям по-доброму завидую. Рекомендую к просмотру. Картина мощнейшая. Ну, смотрите, все люди реально под впечатлением. Даже, ну, я подходить не буду, спрашивай, тут все понятно. Кино очень глубокое. И отдельный респект художнику. Мне очень понравилась цветовая гамма, как все сочетается. Зеленый за бордовым. Идеально. На Кинотавре есть такая фишка, называется Кино на площади. Вот на площадь может пройти любой совершенно человек и посмотреть кино, которое демонстрируется прямо на фасаде здания зимнего театра. Людей много, они все сейчас уходят с очередного фильма. И сейчас будет Гоголь. Страшная месть. Вы все, наверное, видели уже этот фильм. Если не видели, обязательно посмотрите. Гоголь. Страшная месть. Это великая сила. Я бы назвал Гоголь великая сила. Близ. Хорошее кино. А мы на этом заканчиваем наш сегодняшний репортаж. Смотрите хорошее кино, хорошие сериалы. Будьте людьми. Пока. А кто его сюда пустил? Субтитры сделал DimaTorzok